Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. АЗС как рассадник инфекционных заболеваний. Нарушения правил эксплуатации и санитарного содержания выявлены на нескольких заправках в Анапе. Благодарности за эффективную работу в условиях штормового предупреждения и планы на неделю. На планерном совещании обсудили порядок работы на предстоящие 7 дней. Мэр Анапы Сергей Сергеев провел личный прием граждан. Автозаправочные станции как рассадник инфекций. Некоторые заправки в городе не выдерживают проверок и критики. Жалуются клиенты, выписывают предписания специалиста отдела Роспотребнадзор. Наша съемочная группа посмотрела, как на самом деле выглядят заправки. Подробности расскажет Лариса Басова. Антисанитарии на территории автозаправочной станции ООО АЗС Юг, что находится на улице Северной на выезде из города, не выдерживает никакой критики. Мусорные контейнеры ржавые, стоят на земле рядом с туалетом даже не из прошлого века. И это так называемый придорожный сервис, скорее рассадник инфекций. Территорию этой заправки владельцы превратили в стоянку и склад разбитых автомобилей. На улице Парковой находятся две заправки. ОЗС номер 18 под вывеской Уфимнефт много лет не может залатать асфальтовое покрытие. Все в выщербенных и масляных пятнах. На территории хранятся опасные отходы, такие как автомобильные покрышки. Газоны рядом с заправкой выходят на две улицы – Парковую и Солдатских матерей. Здесь так и просятся цветочные клумбы. Но у владельца руки не доходят до благоустройства. Ведь он из Новороссийска, значит на курорт ему наплевать. Вторая АЗС на Парковой номер 62 в антисанитарном состоянии. Вид у заправочных колонок весьма убогий. Водители заправляют авто сами. Асфальт на территории не чистится от пыли, поэтому грязь на покрышках разносится по всему городу. На вывеске нет адреса юридического лица заправки. И опять владелец не Анапский, а из Славенска на Кубани. Хорошая автозаправка – непременный атрибут современного курорта, особенно значимый для автотуриста. Поэтому свой материал мы направляем в Роспотребнадзор Анапы для наложения штрафов. Может, хотя бы они заставят иногородних хозяев бизнеса навести порядок к началу курортного сезона на анапских объектах. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. На планерном совещании обсудили планы работы всех ведомств на неделю. Благодарности, дисциплинарные взыскания и напоминания об ответственности. Подробности с городской планерки расскажем прямо сейчас. Первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая поблагодарила работников коммунальных служб за добросовестную работу в условиях шторма. Дежурные аварийно-ремонтные бригады работали в круглосуточном режиме. Работники предприятия «Зеленстрой» брали ветки и поваленные деревья. Дисциплинарное взыскание получили сотрудники управления ЖКХ за недобросовестную работу. У нас продолжается работа по очистке территории. В первую очередь это касается глав сельских оборудований. Изучайте ситуацию, предпринимайте меры. Очень много веток, поваленных деревьев. Сергей Николаевич по городу. Я знаю, что вы работаете. Тоже спасибо за «Зеленстрой». Активно участвую. Тем не менее, я бы хотела попросить вас в ближайшее время максимально навести порядок. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина распорядилась проверить договоры с охранными предприятиями, работающими в школах, а также ускорить заключение контрактов по благоустройству курорта. Анапа примет участников велогонки Гран-при Сочи. Рабочее совещание пройдет на этой неделе. Об итогах работы за прошлую неделю отчитался заместитель мэра Анапы Сергей Козлов. В ходе проверок иностранных граждан 22 человека привлекли к административной ответственности. Результаты проверок по детскому краевому закону 1539 не выдержали проверки администрации. Сергей Козлов призвал глав сельских округов усилить работу. Информацию о проведенных проверках и работе предоставляют только из Первомайского сельского округа. Специалисты Управления торговли и потребительского рынка на этой неделе должны проверить торговые наценки в магазинах «Джигинки». Продукты из списка социально значимых товаров должны быть доступными. С торговыми наценками не выше 10%. Руководителям здравниц «Бемлюк» и «Кристалл» рекомендовано до 23 марта выполнить требования администрации на площадке у детского санатория «Бемлюк» заменить тротуарную плитку, «Кристаллу» установить шлагбаум. Уборка и контроль санитарного состояния на Пионерском проспекте и в городе – задачи ежедневные. А в среду и в пятницу в Анапе очередные санитарные дни. Наталья Пухальска, Александр Кореневский, Анапа, регион. Мэр Анапы Сергей Сергеев провел очередной личный прием граждан. Некоторые анапчане обращаются не в первый раз. Приходят за очередной консультацией и помощью в решении проблем. Татьяна Лачевская представляет интересы дочери Валентины Лачевской. Многодетная мама одна воспитывает троих детей. Претендует на улучшение жилищных условий. Дом, в котором проживает семья, признан аварийным. Александра Петранюк и Людмила Заварзина вновь пришли к главе после первого визита. По его совету, для газификации улиц на хуторе Чекон организовали товарищество, собрали деньги. А что делать дальше, собранными на проведение газосредствами, не знают. Конкретное решение получили на приеме мэра Сергеева. Валентину Игнатьеву надоело настаивать на том, чтобы в подвале дома номер 84 по улице Астраханской устранили утечку воды. Ему отвечали, что это грунтовые воды. Он сам нашел трубу, из которой течет вода постоянно. Подсчитал, за час потери воды около литра. За сутки полторы тонны. Ответственная служба предприятия «Коммунальщик» ответственности не несет. Отчитываются в письмах о проведенном ремонте, хотя на самом деле ремонта не было и в помине. И предписания специалистов отдела Роспотребнадзор не выполняют. Мэр Анапы Сергей Сергеев разъяснил, как жильцы многоэтажки могут отстоять свои права и прекратить выбрасывать деньги на ветер, оплачивая коммунальные услуги. Наталья Пухальска, Алексей Мухортов, Анапа-регион. Весенний марафон. В ежегодном конкурсе талантов руководителей территориальных органов самоуправления принимают участие люди, умеющие одинаково хорошо работать и отдыхать. Восемь ТЦЖ подготовили веселое представление и выставку прикладного творчества. Прилюдия к основным конкурсам – выставка произведений кулинарного мастерства. Тема домашнего задания особенная. Олимпиада в Сочи. Руководители ТОС просто обязаны быть отличными хозяюшками. Без этого порядок и на кухне, и на вверенной территории не наведешь. В конкурсе прикладного творчества самый богатый экспонатами стенд оформил Приморский сельский округ. Это декупаж, техника в стиле декупаж, а красоту руками. Как вы этому где научились, откуда вы берете тему? Все сама, все поля интернета и фантазия. Это картинка из журнала просто. Визитную карточку, второй по счету конкурс в стиле КВН, посмеяться над недостатками и проблемами. ЖКХ удачно показал квартальный комитет номер 29. Домовой комитет номер 15 представил музыкальную визитную карточку. Шуточные частушки-балачки в исполнении соседок по лестничной клетке Никаноровны и Христофоровны. В списке договора справки. Все дела на перечет. Документы все в порядке. И Григорьевне почет. А финансы где берете Никаноровна? К депутатам есть подход. Кристофоровна! Самая представительная визитная карточка, как признала жюри, была у Приморского сельского округа. Группа поддержки председателя квартального комитета номер 135 Валерия Теунова сымитировала открытие Олимпиады. По итогам трех конкурсов прикладного, визитной карточки и музыкального на первое место вышел Приморский сельский округ. Второе и третье места у ТОСов номер 15 и 38. Лариса Басова, Вадим Родин, Анапа. Регион. Большой спортивный зал спорткомплекса на улице Амелькова принял самые спортивные семьи города-курорта на соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». В течение года семейные трио соревновались на отборочных турах в городе и сельских округах. Победители финальных соревнований получили кубок главы города-курорта. Участникам соревнований, а это шесть команд в составе «Папа, мама» и один ребенок вышли на старт. Им предстоит пройти три этапа. Поскольку команды победили на отборочных турах, каждая в своем округе, то в начале соревнований абсолютно невозможно было предположить, кто уже станет первым и получит награду – кубок главы города-курорт Анапа. По итогам первого конкурса лидерами стала семья Козловых из Приморского сельского округа. Чтобы выиграть команда, предстояло проявить не только сноровку и спортивную подготовку, а и семейную сплоченность. Все конкурсы были в виде эстафет, а заключительные – перетягивание каната. Равных в этом конкурсе не было команде «Максимум» из Субсекского сельского округа. Они перетянули всех на свою сторону. Это у нас спринтер в прошлом, я борец в прошлом, а это юный танец, танцор, танцор спортивных танцев. Насколько мне считают, что это важен в год, чтобы для семьи как-то было все хорошо? Это главное в семье, для объединения семьи, чтобы семья была здоровая, крепкая. Только в своем спорте. Абсолютными победителями конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья», хотя и с небольшим отрывом от соперников, стали супруги Минас и Юлия Амершадян с сыном Эриком из станицы Анапской. Папа с сыном занимаются спортом вплотную, папа – футболом, сын – борьбой. Занимайтесь спортом! Призерам вручили кубки главы города-курорта. Все команды награждены грамотами. Лариса Басова, Максим Логоша, Анапа-регион. И в продолжение спортивной темы. В рамках седьмой всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани» в Анапе прошли краевые зональные соревнования по волейболу. В них приняли участие команды учащихся 9-11 классов – Тимрюкского, Славинского, Красноармейского районов, городов Анапа и Краснодар. Под звуки спортивного марша встретили участников соревнований. Все команды построились перед почетными гостями. От имени администрации города-курорта Анапа, лично от нашего главы Сергея Павловича Сергеева, я всех приветствую с этим замечательным событием в городе-курорте Анапа. Это очень почетно, что наша территория проводит зональные соревнования. Я желаю вам, ребята, побед. Желаю, чтобы все те ожидания ваших преподавателей сбылись. После торжественной церемонии начались игры в подгруппах. Состязания среди девушек проводили в детско-юноческой спортивной школе «Виктория». Юноши играли в спортивной школе номер 10. Девушки из анапской команды сборной школы номер 4 давно тренируются вместе. Капитан команды Светлана Беляева с детства занимается спортом и уже 6 лет играет в волейбол. Собирались с девчонками, тренировались, готовились. Надеемся занять первое место. Надежды анапчан оправдались. И девушки, и юноши из Анапы оказались лучшими. Вторыми в соревнованиях стали мужская и женская команды Славянского района. Третье место в мужских соревнованиях завоевала сборная Красноармейского района. У девушек на третьем месте – учащиеся из Краснодара. 18-19 марта пройдут краевые зональные соревнования среди школьников 5-6 и 7-8 классов. Алина Гумерова, Максим Логоша, Анапа. Регион. И еще одна новость. С 19 по 22 марта в Анапе можно будет приобрести аппарат для лечения артрита, артроза, варикоза и гипертонии «Алмак». Выставка продажа будет работать с 19 по 22 марта в гипераптеке на улице Парковая, 57 и в магазине «Медтехника» на улице Промышленной, 13. Только с 19 по 22 марта аппарат «Алмак» по заводским ценам и со скидкой от 5%. И это все новости на сегодня в завершении выпуска прогноз погоды. В среду 19 марта в Анапе будет малооблачно без осадков. Температура воздуха в дневные часы 9-11, ночи плюс 6 градусов по Цельсию. Ветер южный 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 7 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова